Смотрите, что у нас сделалось с приманки. Щука явно есть. Где тут есть-то? Всем привет, друзья. Наступила осень, начало сентября. Как ни крути, несмотря на то, что у нас сейчас сентябрь выдался, начало сентября очень жаркое, не побоюсь этого слова, потому что последние недели августа были под 30 градусов, и начало сентября, собственно, точно такое же. Солнечная погода все дни, вода везде достаточно низкая, но она при этом еще не охладилась, и только первые ночи вот сейчас стали там 12-13 градусов. До этого было прям 16-18 ночи, днем 30-ка. Что я могу сказать? Щука все равно биологические часы имеет, и должен наступать этот момент, когда она должна выходить из травы, на первую ближнюю бровку, так скажем, и начинать клевать. Все лето она пропадала фактически в траве, и на многих прудах, жабовниках, да даже на речках. Сейчас, в сентябрь, наступает время щуки, время окуня. Я сегодня решил приехать на небольшие водоемы, прудики там, запруды такие. Я, в принципе, их периодически посещал в августе месяце, но особо ничего интересного рассказать не было. Щука не клевала, у меня за последние рыбалки была лишь одна поклевка со срезом, и окунь клевал очень вяленько. Может быть, ситуация, она не может быть, она должна меняться, потому что календарный сентябрь наступил. Сегодня 2 сентября, вот. И, в принципе, вот по моей статистике, начиная, условно, там, с 1 сентября и первые, там, 2 недели, это вот интересный момент ловить вот эту щуку, которая начинает активничать. Щуку, окунь, соответственно. На самом деле, друзья, я с собой взял сегодня спиннинговое удилище графит-лидер Корта из Агонали, палочка, которую у меня очень давно в строю, что-то редкое и пользуюсь. Такая звонкая, офигенная 772-я модель с тестом 0,8-10 грамм. К нее в пару катушку Daiwa Luvius 2500LT, и там у меня стоит уже с весны намотанный, и весь сезон я юзаю эту шну, это с онлайн-сигло на АМЗ, восьмижилка, диаметром 0,6PE, 0,6PE, да, это как раз оптимально для ловли, вот, скажем, там, до 10-12 грамм, кренки, вертушки, небольшие воблеры, микроджик, в общем, в принципе, все достаточно такое нормальное, плюс есть небольшая прочность, потому что придется сегодня ловить в траве, и может съесть и рыбка покрупнее, и запас он здесь как бы не помешает, а куда-то далеко кидать, дальний заброс он мне сегодня здесь просто не нужен, вот, ну попробуем половить, у меня основа будет сегодня это микроджик, вольфрамовые грузики, там, полтора, два, может быть, три грамма, ну и небольшие колебалки, короче, разбираюсь и погнал, у меня всего есть, наверное, два-два с половиной часа рыбалки, и я надеюсь, если вы смотрите этот сюжет, значит, что-то интересное добыло. Ну что, начну сегодняшнюю рыбалку я с такого болотца здесь, небольшого начала водоема, небольшое болотце, сейчас я хочу, наверное, начать все-таки попробую чушку, у меня с собой тут есть несколько колебалочек, вот, такую вот поставлю с одинарничком, тут трава, коряшки, какая-то рыбка какая-никакая, что-то прыгает, плещется. Опа, есть! Кто это у нас? А как вам начало рыбалки и поимка с первого заброса? Это монстр, ребят, просто монстр. Ну что, тихо-тихо-тихо, родненький. Да, вот такой вот щук. Там первый заброс такой на коротке, тут же поклевка. Серенок попался. Восьмиграммовая миа в золотистом цвете. Видите, много травы такой, которая, как ни крути, надо обходить, она пучками плавает. Да, но ловля осложняет, конечно, вот эта вот опавшая листва, с рис, с этой ряской, короче, с тиной. Ветра особого нету, поэтому она здесь, получается, рассредоточилась такая. Приходится через нее вот так водить, обводить. Ну, колебалка с одинарником, это прям некоторые решения. Еперный король. Как-то досадненько, в принципе. Ва-ах! И с колебалками такое происходит. Оторвал. Сейчас, короче, здесь на джижку половим. Посмотрим. Начал со слага, фэйр. Потому что до этого последние рыбалки, вот в конце лета, он, наверное, наилучше всего работал. Обязательно поставил поводок, потому что щука тут присутствует. блин, сидел локунь, отвалился, некрупный подвис. ух ты ж, зараза такая. ах ты ж, сука, ах ты ж, сука, ну, это 100% щучи, проклевка была. Да, опять порезанная резина. Сейчас я поменяю на другую приманку. Щука явно есть. Поставил твистер жаробейцевский слим. Сейчас было две поклевки щуки на слаг. Короче, обе мимо. И все вот с того направления. Одна мимо, блин, резину порезала. Вторая вторая так надавила. И, короче говоря, поперла и сошла, блин. Да. Ну, явно движничок присутствует какой-то, по крайней мере, не совсем мертво дело. Будем продолжать. Ну, неудивительно, а куневых поклевок-то вообще почти нет. Есть. Вот она шпарила, ребята. Ну, не знаю, как мы будем сейчас тут убрать, но это щука. Походу, нормальная. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот нормально. Ну, такая. Тут, знаешь, что делать. Заглотила, заглотила слим. Ну, это под полтора, наверное, кило двести. Слим у нее весь там, ребяточки. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. ну чё бодренько и красотка вообще красоточка где они там с лентом еще ухем еще будем как не доставать сегодня взял с собой супер корты саганали да и валю из вот такая вот красотка но закиличница точно кило двести наверно где-то классная поклевка поводок спас металлические он как зажрала ребят не брал я с собой ничего камерут губру кое-как поставил короче поймал я щуку первую встречи поклевки вот такая вот красотка за килограмм весом заглотила она приманку будь здоров сейчас я буду пытаться как нибудь ее освободить все за моете что она сделала с приманкой поводок смятку slim вольфам призер два с половиной грамма сейчас я и короче вот так вот еще раз покажу вот такая классная щечка сейчас буду и отпускать ну короче давай не знаю последняя не последняя такая щука давай должна жить мамулька ну короче можете усвоить что она строилась поводком я конечно это еще попробую как-то выпрямить не охота мне новый поводок привязывать принципе гармонии тут особо не пахнет но ногтем можно по упрямлять еще поработать с данным поводком ну нормально она короче печатала без всяких ярких вот смена приманки на fair 2 пустых поклевки она же или нет не знаю сейчас буду дальше продолжать может быть и не одна щука здесь находится вот крючок декой сингл ты старый номер жары бэйс slim лимонный цвет вольфам и грузик призер все как по науке короче пойдемте дальше пробовать сейчас я тут все-таки подправлю более-менее как-то покрасивше что сделаю хотят чё тут красивше она и так возьмет если не надо наша приманка играет и все ребят смена приманки сработала щука с хорошей поклевки от из того же сектора шандалила нормальная такая а по и следующим же запросам смотрите что творится но это уже не щука то полосатый мелкий спортивный но полосатый но нормально вечерок провожу на прудике отдай хвостик плыви окунь спортивный тоже пойдет главное что клюет хотя на окунь приманка конечно можно еще поменьше поставить фу прям даже выдохнул но классика жанра начало осени начало сентября по статистике вот водичка упала жаркая погода стояла щука начинает уже в начале сентября выходить из травы вставать на скажем так на первый рельеф на первую бровку после травы потому что и малек отсюда выходит каждый год примерно одно и то же происходит на всех водоемах в частности мы сегодня говорим о прудах вот да и на речках та же ситуация плюс-минус начинает работать уже джиг хотя можно поймать на разные приманки в принципе колебалка вертушка но джигом как-то вот наверное удобнее пробивать и поклевки такими в паузу более интересны не я прям доволен уже что щуку я поймал не знаю на последние нет тут и короче еще попробуем по прямом приманками с приманками поиграться вот принципе до темноты еще есть наверно часа полтора формат здешнего места чем он интересен здесь травянистый такой залив с камышом не так много прогалов достаточно топка поэтому приходится ловить в болотниках пролазить вот в эти прогалы и облавливать вот этот залив здесь по заливу идет русло ручья с глубиной но около двух метров 182 метра по верхней части бровки растет всевозможная трава на глубине там полметра метр и вот щука если она летом стояла во всей этой основной бахче то сейчас она оттуда начинает выходить и четко вот в этом русле начинает патрулировать всего этого малька который здесь есть а малька здесь немало вот ну и по опыту здесь это окунь но поклевка нормальная было печатал эти кислотная резиночка работать и кислотные такой небольшой а поклевка хорошая была окуня ну сразу видно щуку я выловил по крайней мере с этого сектора и начал активничать окунь при прочих равных обычно окунь здесь клюет первый активный когда подходит щуку он замирает а так получилось что я сюда подошел и окунь не клевал вообще не было поклевок и вот щука себя проявила я ее можно сказать измором взял с две пустых поклевки на фея явно щучьих уж она же или нет не знаю возможно одна и та же на твистер она прям с уверенной поклёвкой ну заглотила его сами там видели операция без инструментов рыбка отправилась в своя си там справа части нету поклевок вернусь налево че до покидаю там окунь не крупный окунь но на слим клюет кстати покрупнее окунечек ничего такой кривой поводок как видите не боится нам приманку менять на чуть другое приветствует на рыбке ребят вообще заметил у меня получится залезть у меня получится залезть кто-то оторвался приманку под названием шторминг 23 грамм с таким поводком смотрите на какую я ловлю приманку да а тут такой шторминг классный трофейчик хорошая блесна кстати достаточно рабочая но я бы использовал в более глубоких местах не как здесь нормально не все отрывать если не одну колебалку оторвал одну нашел нормально нептун забрал нептун дал закон сохранение энергии в действия не бета решила поменять это кривой поводок заодно поменять приманку привязывая поводок прям четко в струну двойным клинчем никаких вот вертлюжков не челочек будет видно вот просто прям вот сюда вот многие говорят что это плетенка режет по поводок я сколько лет ловлю так привязываю ничего мне не происходит ничего ни разу не оторвалось ни разу ничего не перетерлась вот так вольфа мой грузик два с половиной грамма я оставлю а вот приманку я хочу поменять сейчас сниму кислотный попробую темнее поставить вот рубах сорок третьего цвета поставлю немножко разбавлю рыбалку его хвостиков будет не будет не знаю еще потом вернусь чему-нибудь еще вот крючки кстати под это дело я использую вот такой трейсер сингл 31 они с достаточно большим ушком вот видно я думаю хорошие прочный крючок и вот на приманке там два дюйма отлично висит потому что на окуня использую ровных 12 ну вот на эту приманку меня сегодня был ли уже поклевки щуки она на все подраны и крючочек здесь конечно такой маленький из разряда если щука долбанет в ту конечно мало не покажется короче руда в сорок третьем цвете поставил все попробую на него поменял поводок на свеженький знаете ничего окунь и рудуре есть нормально он такой спортивные полосатые злу понял весь туда пускаем так начались окуньки поклевывать на окунь конечно лучше приманку поменьше но поскольку щучьи поклевки были и одна уже поймана не буду я уменьшаться в приманке здесь вообще особенность данного водоема заключается в том что здесь сколько я не пробовал здесь ловить щуку на крупные воблеры минул на там крупное колебло на крупный силикон там скажем 4 дюйма и выше нифига она не на это не реагирует здесь кормовая база водоеме очень много мелкой плотвы прям реально мелкой там зажигалку с пачки сигарет окунь некрупный и вот она по сути своего дела наверное предпочитает небольшие приманки ну специфика водоема вот как ни странно наверное в какие-то дни когда у нее там максимальная активность осенью можно поймать и на большие приманки но у меня статистика поэтому на данном водоеме такая достаточно плачевная а вот при ловле окуня на микроджик с остальным поводком с титановым на легкие грузики там полтора три грамма на джек рик там до 4 до 5 грамм используя там все вот эти небольшие приманочки нано серии жара бейтс вот щука влетает и порой влетает хорошая щука для прудовой рыбалки то больше килограмма это сами понимаете очень даже хорошие экземпляры еще повезло что данный залив такой открыт от всякого мусора что начали потихоньку падать листья отмирать трава плыть какая-то резко ветра нет последние дни и она там по всему удаем и разгулялась а вот здесь залив сегодня данный достаточно чистый поэтому ловлю по нему здесь подходов немного но достаточно чтобы так позиционно половить есть ребята есть не знаю как она так взяла но взяла она как-то крутится крутится начнулась на феер прям за самый клюек ну короче она фэр ты сбила пришлось вот так вот порвать как она забилась ну это поменьше но кило шница есть с хорошей поклевкой короче супер смотрите где они тут сингл прям в усе короче смена приманок ребят вот он там фэр был на его нету вот такая щучка тихо 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 сейчас мы и отпускать будем покажу вам и денут приманку приманки уже нету 11 цвета фиолетовый был фэр прям за ус она села поклевка шикарнейшая вот такая ну чё нормальный вечерок уже 2 ну может килограмма нет ну грамм 800 900 есть пойду я отпущу и пока есть у меня еще время покидая вот он грамм 800 900 давай хорошо ушла мне грех жаловаться вечерок складывается неплохо я чуть позицию поменял поменял приманку с четким ударом за самый краешек губы прям с русла заброс на противоположный берег он туда в траву начал скидывать бровки она прям так это четенько дыньк иди сюда ну такая кило шница вот маленькая приманка вот раз слаг на фэр вот как бы поклевок то больше всего сегодня целом комбинация слаг виброхвост твистер она всегда в микро джиги дает результат что-то из этого работать будет точно ну и как сегодня стараюсь работать какой-нибудь яркий провоцирующий кислотной приманкой их дальше каким-нибудь темными или фиолет это прям вот золотая середина там есть разные варианты но вот что-то из этого определенно работает и определенно играться с приманками стоит уже здорово три щучки пяток акуней для вечерней рыбалки на прудике я считаю что уже как будто она там не закончилась офигенный результат ну вот прошло уже как я на водоеме два часа и в принципе минут через 40 начнет темнеть и вот осенью сейчас одно из наилучших на наилучшее такое время это вот вторая половина дня и до заката солнце почти вся рыба выходит в это время так или иначе кормиться но с учетом того что сейчас последние дни достаточно солнечные теплые утром туманы стоят вода начинает остывать есть конечно у рыбы и утренняя активность но в будний день от вечерком можно заехать и половить по крайней мере вот приехать в четыре в пять часов и половить там до 7 до 8 я думаю что на многих водоемах вы не останетесь без рыбы и окунь и щука а если поедете на каких-то речках где еще есть судак то соответственно можно еще задержаться как стемнеет на часик другой попробовать половить судака тот тоже любит вечерами выходить в общем то надо пробовать все-таки как-никак сентябрь месяце я в одной футболочке солнышко садится сейчас наверно последние несколько минут вот в этой части водоема покидаю посмотреть что тут минут 15-20 буду наверно закругляться закругляться такое ощущение что все после 7 часов его пошла спать ребята есть офигеть какие будут здесь уложить не знаю попробую так вот конечно не боялся зафальсировать жаба значит палочка корта ничего опять фэр есть контакт ребята еще одна такая киличница на это было круто я саму поклевку не успел заснять не а прям на приводнение вон там самом выбросе за травой упала прям только упала первая ступенька бах я включаю gopro и дальше увидели это форсирование вылаживание через эту осину вот это завершение рыбалки вот она маленькая приманка и рыба кайф да и только ну чё ребят вот она приманка дня фэр жара бейтс вольфа мой груз призер он поводок весь смятку я думаю что вот этой рыбой я закончу сегодняшнюю рыбалку еще одна щука прудовой формат такая ну килограммчик наверное красавица но вываживание прям такое запоминающийся на лайтовую палочку до 10 грамм его такие щуки прудовые очнулись начало сентября вечерняя рыбалка буквально на два два с половиной часа это уже четвертая сегодня на никакой окунь не нужен я думаю ты рыбкой закончу сейчас ее отпущу я считаю что рыбалка у меня удалось может быть можно еще поймать все 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 сейчас отпущу но наверное хватит так что не забывайте ставить лайк подписаться на канал ну и до новых встреч на водоемах красотка красотка все пускай эту рыбу заодно помою сапоги и короче пойду-ка я домой хорош на тут шандовая хоть рыба клюет водичка теплая пускайте рыбу хорош и